добрый день веселая минутка с вами дмитрий гусев сайт помидом точка ру я выращиваю свои семена и продаю их сейчас у нас идет скидка 30 процентов летние так что приглашаю у нас на сайте помидом точка ру сейчас более 400 всяких сортов и разновидностей семян очень выгодно сейчас заходите покупать так сегодня я расскажу о подкормках немножко по-своему конечно расскажу так что значит самое главное самое главное в подкормках это то чтобы добиться такой такого плодородия почвы чтобы чтобы эта почва ну не нуждалась в подкормках да так скажем если вы хотите действительно знать каким образом подкармливать минеральными удобрениями комплексными удобрениями да все 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 включая и биологические да какие-то удобрения я вам советую вот такую вот книгу купить эта книга джорджа f ван петтона домашнее растениеводство выращивание в почве и на гидропоннике на такая толстенькая книжечка очень очень шикарная здесь данная информация обстоятельная вообще обо всем конечно не только о подкормках да а вообще обо всем обо всем и во всем почему мы же вроде бы не занимаемся да у нас вот огород мы же не занимаемся домашним растениеводством зачем нам нужна эта книга там или другие такие основательные труды именно это скажем кристаллизации да вот всех знаний про растения вот их как бы особенность особенности растений да что им нужно вообще какая почва нужна какая какой микроклимат им нужен какое питание влажность воздуха влажность почвы вот те же самые подкормки вот это вот кристаллизация она так скажем вот эта самая суть она именно вот в этих гидропонниках аэропонниках выражена то есть абсолютные знания и когда вы изучите вот эти книги так скажем вы поймете гораздо поймете гораздо лучше что же делать вам с вашими растениями уже на участке как си как их выращивать уже в обычном грунте да вот и здесь им почему именно эта книга потому что в ней изложена реально вот просто простым языком очень понятным поэтому вот запомните по-моему она еще есть в продаже или где-то там может быть в электронном виде можно скачать домашнее растениеводство это значит первое что я хотел сказать еще и же я до сих пор не показал помидорки это у нас пьянелла дель визуви долежала долежала вот одна долежала до середины июня вот она вот шикарном виде сохранилась сохранился томатик вот они у меня лежали просто в комнате наверху над компьютером вот это вот эти они подгнили подпортились только того что они видите лежали то есть со дна наверно какой-то конденсат здесь был да но это вот та ферментированная который в прошлых роликах я показывал ведь она где лежали они снизу они вот немножко подгнили поэтому испортились если бы они висели да вот это даже нигде снизу не испортилось если бы этот сорт просто висел он наверное долежал бы весь так что не только до нового года про хранятся да не только до 8 марта видите даже до июня долежала просто одна помидорка вот таким образом они вкусные становятся гораздо вкуснее сочные так но это вот такое лирическое отступление теперь давайте что скажу я по подкормкам так чтобы вообще не подкармливать нужно вносить навоз навоз что нам дает не только он дает там азот не только там какие-то какую-то органику да чтобы рыхлая там земля была вместе с навозом вы вносите огромное количество вот этой микрофлоры которая живет там внутри и причем она настолько богата именно полезной микрофлоры что у вас исцеляется вообще весь ваш участок то есть и патогены все исчезают что такое навоз это переработанная трава переработанная трава в так скажем ну еще не в минеральные вещества до которые нужны растениям но под действием микроорганизмов почве они будут постепенно перерабатываться в минералы которыми будут питаться ваши растения причем это будет настолько комплексно все да там будут не только но всем известный азот фосфор калий там будет магний там ну все 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 будет до для потому что это растение возвращается минералами опять комплексно идеально в идеально сбалансировано будет у вас возвращаться опять в почву опять в грунт опять для новых растений так устроена природа вот это самое лучшее чтобы избавиться от парк подкормок нужно вносить навоз к сожалению и вот другого варианта вообще нет то есть все остальное предусматривает что-то надо будет добавлять хорошо вносить траву перепревшую хорошо перегной носить это все тоже великолепно но навоз это идеально навоз по осени свежий желательно потом его самое главное я всегда это говорил чтобы не горела горит из-за того что вы накладываете это или про ну слоями до либо накладывать и плохо потом перемешивать если хорошо перемешать фрезами никакой навоз гореть не будет раз в два раз в три года навоз прям нужно много 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 на квадратный метр ведро два ведра больших 10 литровых обязательно нужно вносить скоро с хорошим перемешиванием вот дальше дальше чем можно подкармливать так чтобы тоже опять получалось комплексно но ну идеально идеально это зеленая бродиловка вот я вам показывал очень простой способ получения зеленой бродиловки это в бочки корзина для белья туда опущена общем менять этой траву вообще самый лучший способ смотря по погоде холодная погода пускай недельку побродит теплая погода достаточно три дня чтобы она побродила уже этого уже этого хватит и так бродиловкой подкармливаем да вот я без разбавления потому что там не так много травы у меня в этой корзине для белья умещается поэтому бродиловка получается идеально вот как часто поливать желательно подкормки проводить минимальные с каждым поливом то есть бродиловка вот это да она слабенькая не такая уже сильная можно практически к с каждым поливом конечно не получается вот но чем чаще тем лучше там немного азота у вас будет ничего там жреть не будет потому что в корзине не так много травы уменьшается умещается посмотрите мое видео про эту корзину сами убедитесь на 200 литров там где-то два ведра всего травы умещается так что это совсем немного вот опять же в этой траве от разложения будут все микроэлементы будет азот фосфор калий все что нужно вашим растениям калия будет тоже достаточно много вот может быть фосфора меньше но фосфора и так в почве достаточно кальций но все 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 вот по минеральным удобрениям минеральными удобрениями очень легко сжечь роликов по этому поводу в интернете как люди зажигали свои растения минералами очень много с ними нужно аккуратнее если вы собираетесь подкармливать минеральными удобрениями купите хорошие комплексное водорастворимое удобрение и поливайте им желательно тоже в каждый полив например столовая ложка на ведро до написано или 10 грамм на ведро написано лучше с каждым поливом давать 1 грамм на ведро то есть бочку вас стоит водой взяли какое-то комплексное удобрение в 10 раз меньшую концентрацию с каждым поливом под любые кусты под любые помидоры везде везде давайте это гораздо лучше чем один-два раза за сезон подкормить с каждым поливом полное комплексное минеральное удобрение давать то есть это реально ну гораздо лучше будет и плавно будут поступать вещества все да вот об этом кстати говоря много вот это в этой книге тоже написано то есть когда срочно нужно лечить какой-то недостаток это понятно будете вносить там какие-то не знаю кальцевую селитру магниевую селитру даже есть калевая по моему селитра да вот очень такие быстрые вода водорастворимые помощники монофосфат калия или калием калий монофосфат вот так что всякие остальные до редкие минералы то есть микроэлементы вот таким образом поступайте я думаю что я сказал все достаточно достаточно четко чтобы рассказать подробнее про каждую подкормку под каждой недостачу минеральных веществ это время не уйдет огромное количество и собственно роликов на это время на это тоже много до в интернете я вам советую но больше читать вот эта книга она вообще идеально подходит для того чтобы просто поднять свой так скажем уровень образования хозяйте домашние но это самая лучшая книга вообще для понимания процессов которые происходят в почве в растениях и очень легким языком написано так что заходите к нам на сайт 30 процентной скидкой пользуйтесь пока она есть ассортимент огромный хранится семена будут у вас и пять лет и больше многие да про хранение семян тоже есть ролик на нашем сайте это наша киска киска рыжая киска отдыхает еще никак не проснется ночью наверх здесь буянили все всем пока киска помаши лапкой киска пока пока